Конкурс научно-технических сообщений среди молодых работников – одна из добрых традиций Калининской атомной станции. Для молодых атомщиков это отличная возможность заявить о своем потенциале, продемонстрировать новаторские инженерные разработки. На суд компетентного жюри под председательством директора Калининской АЭС Виктора Игнатова были представлены доклады в трех секциях – модернизация, производство, производственная система Росатома. Вы вообще лучше на станции. То, что вы неравнодушны к производству, вы смотрите, как его улучшить, чтобы было лучше производство. Соответственно, развивая производство, вы себя развиваете. Производство требует больше, вы отдаете больше, а для этого вы учитесь, совершенствуетесь. То есть вы вообще неравнодушны к жизни. Ну, если так говорить, вот на таких держится станция, и вообще держится в жизни все. Виктор Игнатов также отметил, что победят в конкурсной борьбе те работы, которые направлены на повышение безопасности атомной станции и уже имеют положительное практическое применение на нашем предприятии. Предметом для обсуждения в этот раз стали вопросы улучшения теплообмена системы промконтура методом химической отмывки. Задача по модернизации систем управления машиноперегрузочной энергоблока номер 3, внедрение автоматизированного ультразвукового контроля корпусов парогенераторов и многое другое. В поиске зон для улучшения производственных процессов молодым атомщикам помогают опытные наставники. Так, Иван Брагазин, выпускник Обнинского института атомной энергетики, а теперь инженер отдела дефектоскопии металлов и технического контроля, работает над своими новаторскими решениями под руководством старших коллег. Я рад, что те силы, которые я вложил, и те силы, которые вложили все мои коллеги и руководство, которое мне помогало, они оправдались. Я очень рад этому. Мы внедрили автоматизированную систему контроля корпуса парогенераторов. Мы сделали это первыми для реактора такого типа. Тем самым с помощью внедрения мы сократим, прежде всего, работу по контролю в время и повысим безопасность эксплуатируемого объекта. Дарья Иванова, инженер отдела ядерной безопасности и надежности, представила работу изучением вопроса, который занимается еще со студенческой скамьи. Исследование тему по переработке отработанных ионнообменных смол продолжила уже при поддержке опытных коллег. Сейчас, на данный момент, и в России, и во всем мире эта проблема очень актуальна. Моя работа как раз направлена на это решение. То есть на переработку этих смол и дальнейшую безопасность хранения отработанных продуктов и дальнейшего захоронения. Об улучшении эксплуатации АЭС путем применения самостабилизаторов давления в технологических системах рассказал ведущий инженер отдела инженерно-технической поддержки эксплуатации Алексей Кузьменко. Он поделился, что для него именно работа стала главной мотивацией для участия в конкурсе научно-технических сообщений. На самом деле мотивация одна – это работа. То есть есть тема, которую я ввел сначала, продолжая ей заниматься. Жалко было этот шанс упускать, хотелось рассказать о нем и о результатах работы. Проблема – это возникновение пульсации давления в трубопроводной системе техводы ответственных потребителей. И, соответственно, решение – это установка специальных элементов самостабилизаторов, которые сглаживают протекание переходных процессов. Работа прикладная, то есть она уже отчасти реализована на четвертом энергоблоке и продолжает реализовываться. То есть на третьем энергоблоке будем продолжать. Ну и, соответственно, на других станциях, в частности, на Балаковской, тоже они по примеру, по нашему, будут также внедрять самостабилизаторы давления. Подводя итоги работы научно-технической конференции, директор атомной станции Виктор Игнатов отметил, что любой, пусть даже самый небольшой вклад в улучшение эксплуатации Калининской АЭС, повышение ее надежности – это положительный вклад в развитие всей атомной отрасли России. Он пожелал младым атомщикам не останавливаться в своих стремлениях, а также развивать личную инициативу как главный способ самореализации на профессиональном поприще. Ирина Елсукова, Дмитрий Ермаков, Управление информацией и общественных связей Калининской АЭС.